Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Сейчас нас занесло в Литву, город Друскиненкай. Я просто там отдыхал, поэтому ходил с фотоаппаратом, фотографировал. Вот хочу показать вам костел Пресвятой Девы Марии. Ну что, значит, первый каменный костел был построен в 1844 году. Современная церковь в 1931 году. Костел Пресвятой Девы Марии Шкаплерной построен польским архитектором Стефаном Шиллером. Строительство велось с 1912 по 1930 год. Костел Пресвятой Девы Марии Друскинкай часто сравнил с костелом Святой Анны в Вильнюсе. Но, однако, эти храмы разделяют во времени более 500 лет. В отличие от древнего Венюсского костела 14 века, собор Друскинкай относительно молодой и построен менее 100 лет назад. Ну и так, значит, первая церковь была построена в 1845 году. Чем знаменит первая церковь, первый католический костел? Ну, здесь женился один из лидеров польского восстания, Людвиг Нарбутас, знаменитый польский лидер, который погиб скоро после жизни. А вот этот Людвиг Нарбут стал известным из-за того, что одержал несколько побед в партизанской схватке с русскими войсками. Но, но, в 1863 году отряд под командованием полковника Тимофеева окружил стоянку этого Людвига Нарбута. Людвиг получил ранение в ногу и грудь, и от порочных ран скончался. Вот такие дела. Здесь же, кстати, играл Наргане отец известного литовского художника Черлениса Константинас Черленис. Вот видите, как все взаимосвязано, да? Новый костел строился вокруг разрушающего старого. Но наступила Первая мировая война, поэтому, естественно, работы были прерваны. Потом опять возобновлены. В 1924 году, ну и в 1931 году, практически все было завершено. В этом же году, в 1931 году, были снесены остатки старой церкви. Посвящение Девы Марии Шкаплерной, Матери Божией Шкаплерной, Пресвятой Девы Марии с горды Кармель, связанной с историей монашеского ордена братьев Пресвятой Девы Марии в священной горы Кармель. Орден братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель, более известный как Кармель, место, которое Священное Писание и традиции связывают с пророком Ильей, стало одним из мест почитания Богородицы. Орден столкнулся с угрозой исчезновения. Дева Мария спасла свой орден, она сделала символом и святыней ордена Шкаплер. То есть это элемент католического монашеского одеяния или позднее специальный освещенный предмет, напоминающий это одеяние. Вот я тут порылся в Википедии в интернете и посмотрел, что такое шкаплер. Так вот по-польски шкаплер из капулярий. Первоначально это называлось предмет монашеского одеяния в виде широкой полосы ткани, не спадающей спереди и сзади. Идея-то какая? Увидев, что ордену кармелитов грозят многочисленные опасности, святой Симеон молил Пресвятую Деву о помощи. И вот в ночь с 15 на 16 июля Симеону явилась Пресвятая Дева Мария в окружении ангелов. Пресвятая Богородица выручила ему коричневый скаплярий и сказала, Прими, возлюбленный сын мой Симеон с каплярии, с твоего ордена знак моего благорасположения и к тебе и ко всем кармелитам. Кто встретит с ними смерть, не узрит огня адского. Вот знак спасения, помощи в опасностях, союз мира и вечного обетования. Это просто предмет монашеского одеяния. Самое интересное, что вот эти предметы монашеского одеяния с каплярии встречались даже у нас в Сибири. Но это, возможно, осталось от переселенцев или ссыльных. Традиционный материал кармелитского скаплярия – это шерсть коричневого цвета. Хотя существуют другие варианты. На одном из кусочков должно быть помещено изображение Матери Божией, а на другом – сердце Господа Иисуса. В скаплярии должен быть освящен священником или дьяконом. Его следует носить так, чтобы одна часть не спадала на спину, другая – на грудь. Вот это большое дело, конечно. С тех пор, согласно католическим традициям, шкаплер является свидетельством, с одной стороны, посвящения себя Божией Матери и служения Ближнего, а с другой – символом ее любви и защиты. Общими усилиями мы узнали, что такое шкаплярия. Храм пережил Вторую мировую войну, но он пережил нормально, без особых разрушений. С 1966 по 1970 здесь был произведен ремонт. В 1991 году на фасаде здания была установлена скульптура благословляющего Христа, высотой 4,5 метра, авторства господина Потамсиса. Да, интересно, впечатляет это, конечно, скульптура. Что еще можно сказать? Богослужение в костюле Просвятой Девы Марии проводится на польском и литовском языке. Ну, вот, собственно говоря, все. Красивая, действительно, красивая церковь. Очень производит впечатление. Она так поведена практически со всех мест города. А городок-то небольшой красивый собор. Собор или костюм с красного кирпича. Сделение готика. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел вам рассказать. Вот, смотрите, кто досмотрит. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok